Да. Собственно говоря, хотелось бы еще раз вернуться к теме ПВА. Собственно говоря, той теме, ради чего мы здесь вообще все собрались. Вот. И хотелось бы начать с такого вброса. Мы когда с вами встречались, обсуждали все это мероприятие, что для меня в голове одна из связанных вещей была, что ПВА непосредственно связана вообще в принципе с браузер API, потому что когда ПВАшка вообще только вышла, они писали как что-то связанное и никак не разорвано с тем же сервис-воркером. И даже я помню вот эту табличку, где был написан типа сервис-воркер, над ним такая настройка ПВА, и дальше уже разветвление, типа куда оно идет, где оно применяется и так далее. Вот. И кто-то из участников вырезал мнение, что типа да, там, наверное, ПВА можно построить без сервис-воркеров, но что ПВА – это не есть браузерная пишка. Вот. Как бы частично я вроде как и согласен, а с другой стороны вот та память о вот этих вот, о начале вообще появления ПВА у нас в IT, в смысле во фронт-энде, ну вот, как-то не дает мне как бы полностью с этим смириться. Вот. Я думаю, мы обязательно вернемся к этой теме. Ну вот. Хотелось бы спросить, в первую очередь, наверное, как вообще вас во всех вообще занесло в это самое ПВА. Вот. Но прежде чем спросить уже до конца, задать этот вопрос, давайте представимся. Меня зовут Миша. Вот. Я буду ведущим нашего круглого стола. С нами еще присутствует Алексей Родионов, один из участников, скажем так, ПВА-течения, то есть человек, который очень хорошо разбирается в ПВА, общается, находится в ПВА-комьюнити, и с ним же также в комьюнити находятся еще много-много разных людей. С нами также Михаил Рыгберг. Привет, Миш. Пронтент из Альфа-банка. Вот. Также с нами Глеб. Глеб, привет. Привет. Человек, чье имя связано с лейблом, я бы даже сказал так, Майкрософта. Вот. Можете еще пару слов сказать о себе? Давай продолжу тогда. До недавних пор я работал в веб-сервисе для ресторанов. Был полностью как клауд-бейст сервис по управлению рестораном, там все, что связано с внутренней кухней. И, собственно, все наши клиентские решения были сделаны на основе ПВА. И последние, ну, почти уже, наверное, два месяца я работаю в Майкрософт, в команде, собственно, которая непосредственно занимается ПВА в Майкрософте. Команда ПВА-билдера. Это опенсорсная команда, как и все наши решения, по крайней мере, сейчас в открытом доступе на GitHub. Собственно, занимаемся интеграцией ПВА в Windows, в Store, ну, и также в целом влияем на ПВА и на комьюнити. Я нахожусь в комьюнити в Телеграме русскоязычном и также в англоговорящем в Дискорде, который курирует, собственно, наша команда. Спасибо, Глеб. Леш? Да, всем привет. Ну, как сказали, меня уже зовут Алексей Родионов. Я разработчик прогрессивных веб-приложений. Организатор как раз русскоязычного сообщества ПВА. Наше русскоязычное сообщество на самом деле самое крупное в мире. Также я официально признанный компанией Google Expert в области веб-технологий. Я веб-адвокат. Считаю, что любое приложение, практически любое приложение прикладное, можно написать на веб-технологии. И также я ведущий контент-разработчик в компании Mercury Development. Начинал интересоваться темой ПВА еще с 2015 года, когда, собственно, появилась сама эта технология. Спасибо, Миш. Да, всем привет. Меня уже представили. Меня зовут Миша. Я работаю в Альфа-банке на проекте Альфа-онлайну. И, соответственно, сегодня мы будем обсуждать, я расскажу про опыт положительный и отрицательный, как мы интегрировали ПВА к себе. Ну и, конечно, да, я контент-разработчик, щупы-щупы немного, все остальное. Спасибо. И все же, как вы вообще пришли к ПВА, почему вы начали, почему вы в какой-то момент решили, с утра такие проснулись, налили себе кофе и такие, хм, а не попробуют ли им ПВА? Что вас навело на эту мысль? Я не помню, с чего это началось, но началось это где-то в году, наверное, 18-го, когда, собственно, появилась поддержка сервис-воркеров во всех основных браузерах. Но технология мне очень понравилась, она тогда очень классно легла на наше решение. То есть было достаточно легко внедрить, и очень много мы с этого получили. Ну и потом как бы заинтересовался и комьюнити, и как-то близка мне эта технология, это течение, и, собственно, вот с тех пор не отпускать. Ну я, наверное, могу от себя сказать, что, конечно, это удивительно, но когда ты, кроме себя расскажу, пощупать впервые ПВА, когда тебе с экрана, с ютуба рассказывают, что вот, ты можешь сделать тык, и свой сайт установить на телефон, вау, иконка, это же просто пушка, да, хотя казалось бы. Ну и, соответственно, огромное количество дополнительных фич, такие, да, как оффлайн-режим, о господи, это же оффлайн-режим, и, соответственно, с вот таких вот киллер-фич, они продали мне эти киллер-фич, и я решил попробовать эту всю историю давным-давно. А как мы решили, например, в Альфе интегрировать ПВА, там все было просто, мы налили себе действительно чаю, мы действительно позавтракали, к нам приходит продакт и говорит, хочу, чтобы иконка сайта устанавливалась. Вот хочу, вот, и вот так вот мы решили, что мы будем делать ПВА. А продакт-то-то откуда вообще узнали про такую возможность? А им кто-то шепнул, вот, кто конкретно, я не знаю, но мы молчали до последнего, думали, что нас это обойдет стороной, но не получилось. Нет, Леша, а тебя как занесло? Меня на самом деле занесло с самого начала, с появления, я еще на 2015 году смотрел Google ION, это вот кунгузская конференция ежегодная. Слушай, блин, 2015 год, такое ощущение, что тут было буквально, не знаю, вчера вот эта вся история шумих по поводу ПВА. Кажется, что да, но на самом деле уже 7 лет прошло. И я тогда увидел доклад, назывался, доклад был вообще посвящен веб-компонентам, там доклад, в докладе рассказывалось про библиотеку Polymer, которая позволяет ваше веб-приложение делать из готовых веб-компонентов, как из кубиков Lego. И у них был стартер-кит, назывался Polymer Starter Kit, который по сути являлся прогрессивным веб-приложением. Я вечерком пришел с работы, запустил этот стартер-кит, собрал его, там было буквально 3 экрана, но я сразу же понял, что я, как обычный веб-мастер, могу из HTML-ных тегов собирать полноценные приложения, которые будут работать на мобильных устройствах и на десктопе. И уже, наверное, где-то года через два я попробовал это все дело в продакшене, я попал в стартап, это был такой Uber для зерновозов, было одно из первых коммерческих ПВА в России, которое даже было опубликовано в Google Play App Store. И там основной мотивацией было то, что на разработке ПВА можно сэкономить. Для стартапа очень важно не потратить все деньги на разработку какого-то приложения. То есть цель любого стартапа – это проверить какую-то гипотезу. В большинстве случаев она может оказаться неудачной, поэтому ПВА позволяет вам один раз написать код и запускать его на всех платформах. И в целом там основной мой опыт именно коммерческой разработки ПВА, на начальном этапе, когда еще технология развивалась, он именно с той поры. Слушай, я на самом деле помню, я помню это время, когда вот началась шумиха по поводу ПВА, но я не помню, по крайней мере в российских компаниях, которые представляют конкретно российский рынок, что было где-то это вообще реализовано с крупными компаниями. То есть я помню, Лента делала что-то такое, и то на самом деле нельзя это назвать ПВА, это, наверное, больше история про сервис-воркеры, когда у них была прикольная фишка, если ты едешь в метро, у тебя пропадает связь, у тебя вместо статьи вылазит просто игра крестики-нолики. И то есть пока ты ждешь подключения обратно к интернету, ты играешь крестики-нолики. Я просто к тому, что, ну да, наверное, ты вот сказал про использование в таких вот компаниях проверить какую-то гипотезу, но я не помню, чтобы в то время кто-то вообще активно, вообще и всерьез воспринимал ПВА из крупных игроков. Или я не прав? Тут на самом деле нужно понимать, что мы подразумеваем под ПВА, потому что, например, если мы скажем, что у Ленты был оффлайн-режим, на самом деле у них уже была заглушка. То есть настоящий оффлайн-режим, его довольно сложно реализовать. Есть класс приложений, где, например, какие-нибудь магазины, вы едете где-нибудь в метро, в туннеле, у вас пропадает интернет, но вы можете, например, заходить в те разделы с одеждой или там какие-то категории товаров, которые у вас успели прокэшироваться, и вы можете добавлять эти товары в корзину, и потом, когда у вас появится соединение с интернетом, у вас эти данные деплицируются на сервер, и будто бы так, как будто бы вы не были в оффлайне. Вот это настоящий оффлайн. А различные API из ПВА, они так или иначе размазаны по всему вебу. То есть почти каждый сайт сейчас что-то из того, что мы понимаем под ПВА, в той или иной степени использует. Использовал еще и в 2015 году, например, доступ к геолокации. Его же не было изначально. То есть был просто набор каких-то отформатированных страничек, а когда вы начинаете давать какую-то возможность взаимодействия с аппаратными возможностями, вы уже в той или иной степени по чуть-чуть начинаете внедрять ПВА. Но только это еще как бы... Возможно, это еще нельзя назвать ПВА. Все зависит от критерий. Не, ну, слушай, да, ты прав. Как бы здесь, смотря как посмотреть, но когда, скажем так, среднестатистический фронтенд разработчик служит ПВА, он себе представляет именно приложение, в котором можно поставить себе иконку скачать себе на десктоп, и как бы чтобы это выглядело как полноценное приложение. Ну, хотя бы частично. Вот. То есть вот в таком формате я... Правда, я не помню таких приложений от каких-то больших IT-гигантов. Вот. Но этот год перевернул вообще, мне кажется, подход и как-то восприятие этого ПВА, и очень многие компании как раз в связи с сложившейся экономической ситуацией решили, что ПВА, возможно, и может быть выходом, если вдруг их приложение заблокирует какую-то историю. Раньше еще, в принципе, отношение к веб-приложениям, приложениям, которые основаны на веб-вью, на веб-технологиях, оно было такое немножко с пренебрежением, потому что мобильные телефоны не были такими мощными, какие они сейчас. То есть часто веб-приложения это было что-то, не знаю, тормозное, которое там жрало батарейку, не знаю, там было весьма ограничено в каких-то возможностях. И, ну, то есть, как ПВА в этот момент, да, оно, возможно, где-то было полегче, чем такие решения, как Cardova, Ionic или что-то подобное. Но как бы все равно достаточно что-то серьезное, наверное, не знаю, в 16-м году еще было сложно делать. Ну, в 16-м, да. В принципе, то есть наш проект тогда, вот этот вот веб-сервис, ну, то есть полностью все клиенты веб-бейст, это было что-то такое, ну, достаточно новое еще и, ну, можно сказать, рискованное. То есть это был стартап, который сделал ставку на то, что мы там все будем делать в вебе, все решения. И, то есть на тот момент это было не очень очевидно, и у нас были даже, несколько приложений было, ну, так скажем, нативное, то есть написаны там были на Oxamarin, использовался какой-то нативный код, потому что еще как бы, ну, было представление, что там, ну, нативные приложения обязательно нужны. Вот, но впоследствии все эти, все нативные приложения мы выбросили. Ну, а почему? Потому что стало понятно, что очень много ресурсов тратят. То есть стартапная команда небольшая, очень много сил уходит на поддержание вот этих вот двух нативных приложений, в которых там в каждом свои баги. Ну, это, видимо, опять вопрос ресурсов, то есть о чем говорил Леша? Ресурсов плюс, конечно, бизнес, бизнеса. То есть если, как бы, есть сценарий, естественно, который веб не покроет, то есть нужно там использовать какие-то либо натив, либо там React Native, что-то подобное, Flutter, например, но в нашем случае было очевидно, что мы все можем покрыть тем, что предоставляет веб. И то есть мы только освободили ресурсы, уменьшили количество багов, стали быстрее выпускать новые версии и прочее. То есть мы с этого только выиграли. Я вот, кстати, вспомнил, что в 2016 году уже была веб-версия Телеграма, и она была в А. Просто они никак не рекламировали то, что, во-первых, у них есть веб-версия, а во-вторых, что это веб-версия, ее можно устанавливать в браузере, что она будет выглядеть как нативное приложение. Но по факту технически все это уже существовало еще в 2016 году. Телеграм достаточно крупный мессенджер был и в 2016 году. Нет, ты прав, но ты сам только что сказал, что они не рекламировали. Соответственно, об этом мало кто знал. И мне кажется, все пользовались больше какими-то нативными приложениями, то есть или десктопным, или же там мобильным приложением. Окей. Ну вот просто вопрос, да? То есть представьте, что вы все владельцы в каких-то крупных компаниях, и у вас есть мобильное приложение по продаже у одного щеночков, у другого котята, у другого, не знаю, машинок игрушечных. И вот по каким-то причинам вас типа заблокировали в сторах. Вот. И скорее всего, ну, пойдете, наверное, в ПВА. То есть ПВА, наверное... На iOS'е, собственно, вариантов особо и нет. Ну вот... Больше. Да, да. Ну окей, вот вы все, у вас всех есть уже какой-то опыт, да? Вот мне на самом деле всегда было интересно, то есть я сам самостоятельно никогда не писал ПВА-шечку, хотя... Ну, именно в продакшн-версию, да? Ну вот. И все прекрасно знаем, что очень сильно отличаются использование там какой-то технологии у себя дома там на коленочках, да? Там когда ты спокойно там подписываешь что-то. Ну вот. И продакшн, соответственно, как бы используя ты в библиотеке. И ты все равно, ну, ты не сталкиваешься с тем количеством проблем, которые у тебя возникают при разработке домашних условиях. И мне все время было интересно, какие есть вообще-таки глобальные и неглобальные проблемы при разработке в ПВА. То есть моя главная проблема, с которой я столкнулся, это подключение сервис-воркеров. Я потратил на это минут 15, думаю, господи, как это сложно. Вот. И дальше вроде как пошло все нормально. Давайте я немножко расскажу. На самом деле основная проблема, вот если вы, допустим, в компании, приходите и говорите боссу, а давайте запилим ПВА, какие из этого следуют следующие шаги? Во-первых, большинство до сих пор, несмотря на то, что прошло 7 лет, не знают, что такое ПВА или не понимают в достаточной мере, что вообще под этим зонтичным термином понимается. Во-вторых, риски. Если вы заносите какую-то технологию, допустим, вся команда у вас не работала с ПВА, вы либо берете на себя ответственность обучить всю оставшуюся команду и дальше развивать, и у бизнеса всегда есть риск, что вы, например, уйдете, из компании, а все остальные останутся жить с этой технологией, и дальше как-то нужно будет это все дело поддерживать. Во-вторых, найм сотрудников. То есть большое количество уже людей, которые работали с React Native, с Flutter, с алинативные приложения. По ПВА рынок вакансий, я сужу именно по России, по странам СНГ, не такой большой, как где-то, допустим, в западных странах. И все это накладывает ограничения на выбор технологий. Во-вторых, нужно посмотреть, что вообще именно вы хотите разработать. Если вам нужно какое-то приложение, которое будет, не знаю, переназначать системные клавиши на устройстве, то ПВА вам не даст такую возможность, потому что просто нет такого API. И если же у вас приложение, где вам просто нужно какие-то кнопочки нарисовать в интерфейсе, они будут как-то работать, что-то отрисовывать и так далее, то здесь, в принципе, можно применить ПВА, рисков каких-то нет. Вот, например, в моей практике было, когда мы развивали приложение, нужно было геолокацию в фоновом режиме снимать. Это было одним из основных, одной из основных фичей приложения. Но в Webе геолокация не работает в фоновом режиме. То есть пока у вас вкладка открыта, пока вы ее видите, у вас снимается геолокация. Как только вы приложение свернете, закроете, то у вас процесс останавливается. Это неприемлемо. И поэтому пришлось пилить гибридное решение, где вот нехватающую API нужно было реализовать нативно, а весь остальной интерфейс, который, не важно, в принципе, на чем был, чтобы мы его писали нативно, чтобы мы делали его как фондент-разработчики, его практически невозможно было отличить. И здесь основная проблема это в том, какие API есть в Webе. Будет ли у вас доступ к USB, к Bluetooth, к прочему. Бизнес, когда принимает решение о том, использовать ли ему ту или иную технологию, ему нужно прямо сейчас. То есть он не может ждать еще год, например, когда эти API появятся. Нет нормальной, вменяемой одной какой-то конкретной документации, где я в одном месте мог бы посмотреть, не существовало, вернее, до текущего момента. Сейчас такие ресурсы уже появились, где я мог бы посмотреть, а что вообще предоставляет мне Web. Прежде чем что-то разрабатывать, надо понимать, какие инструменты у вас существуют. И вкупе все вот эти проблемы, они как раз и приводили тот, в частности, ответ на первый вопрос, почему крупные компании остерегались. У них либо уже существовало какое-то приложение, ему нужно им поддерживать. У них нет как в стартапах каких-то, что они могут очень быстро взять и пойти на риск, ва-банк, и применить. Я думаю, Михаил тоже скажет хорошо на эту тему. В принципе, то есть есть два захода в ПВА, когда у вас уже есть какое-то веб-приложение, тогда, скорее всего, вы достаточно четко понимаете, что оно может покрыть. И чаще всего как бы ПВА – это только история про улучшение этого опыта. Если у вас нет ничего, или только есть нативные приложения, то тогда, конечно, самый безопасный вариант – это делать какой-то MVP, покрутить самые сложные сценарии, которые вы предполагаете, что у вас будут, понять, что API есть, что оно работает так, как вы ожидаете, что работает в iOS, в Android. одинаково. Вот тогда, да, тогда уже можно браться за разработку. Потому что, если такое исследование не сделать, можно столкнуться с такими нюансами, как, например, что PLC не работает в фоне, или там, не знаю, на iOS какой-то API недоступна, и тогда будет печально. Ну да, если говорить про наш опыт, он, на самом деле, довольно своеобразный, к чему, потому что ПВА у нас как спасательный круг для нас был, потому что у нашего приложения было удалено из App Store по понятным всем причинам, и, соответственно, нам экстренно, в прямом смысле экстренно, пришлось быстро решать эти вопросы. В первую очередь мы занялись тем, чтобы сделать мобильную версию нашего приложения, то есть адаптировать десктоп под мобилку. Это было сделано в кратчайшие сроки. И, соответственно, был создан такой, я скажу это более в официальном сленге, комитет. На самом деле, мы просто собрались с небольшой группой, то есть была аналитика, были продукт-оунеры, и, соответственно, собрались фронты, и мы решали, что мы будем делать дальше. Потому что, да, конечно, мобильная версия у нас появится, но хотелось бы вот эту самую мобильную версию приблизить максимально, насколько это возможно, к нативному приложению. Да? И, соответственно, у нас были собраны минимальные требования к этому самому ПВА, что мы хотим видеть, и был составлен родмат, что мы хотим получить прямо сейчас, это экстренно, что мы хотим получить в перспективе в ближайшие полгода, и, соответственно, далее и далее. Как раз-таки вот были некие опишки, да, вот было сказано про то, что бизнес не может ждать годами, вот наш может. Он был согласен как что-то подождать какое-то время, и мы на этот риск пошли. Вот, соответственно, у нас был создан список печей, которые мы хотим получить, и в первую очередь мы хотели приблизить нашу версию мобильную к десктопному приложению, как раз-таки чтобы была возможность установить себе на рабочий стол эту самую иконку, то есть, эта самая база, скажем так. Вот. Слушай, на самом деле, так как я не знаю... Позвольте я... Извини, пожалуйста, я как раз просто мысль уже ушла по поводу крупных игроков и про ПВА, и сложности с ПВА. Мне кажется, вот были высказаны тезисы о том, что аппаратные мощности, о том, что это было непопулярно, нужно рекламировать и так далее. Вот с тезисом о том, что ПВА нужно рекламировать не только для разработки... То есть, представляете, не очень многие среди разработки понимают, что такое ПВА, а это еще нужно донести до клиента, да, и клиентов. И если вдруг у нас зайдет об этом разговор, я так быстро накину на вентилятор, нам со своей стороны тоже пришлось обучать наших пользователей, что такое ПВА. То есть, на это тоже идет бюджет, как человеческий, так и финансовый, да, потому что должен продвигать эту историю, должен объяснять, и все-таки человеку это не так просто. Это не веб-стор зайти туда привычный клоу, взять там, найти приложение и скачать. Ну, что, кстати, хорошие мысли, я об этом даже и не думал с этой стороны. То есть, ну, для меня было очевидно, потому что я уже знал, как это делать, у меня жена там тоже зайти, тоже примерно понимала, как это делать, а вот уже родителям было как-то проблематично объяснить, типа, как-то получилось, что вообще нужно сделать, это что вообще за магией происходит. Ну, вот, но на самом деле, вот, не знаю, может быть, просто на что так родители отреагировали, они это просто приняли как данность, типа, ну, так значит так, как бы им, что App Store, им, что там еще какие-то сторы, им как бы все равно. Как бы, да, вот единственный момент, вот этот вот, а хотя, не знаю, это, наверное, и один из тех, кто там на iOS пользуется Chrome, а не Safari, для тех, кто там, большинство пользуется Safari, для них вообще, наверное, проблем нет. А я хотел на самом деле сказать другое, то, что, так как я являюсь пользователем кроссбанковского приложения Альфа-банка, я был очень удивлен, насколько у вас была сделана круто в ПВА именно история с авторизацией. То есть, я думал, это будет сейчас какой-то геморрой там с смс-ками и так далее, и 5-10-е, я прекрасно понимал, что там никакого доступа к Face ID у вас быть не может, ну, в ПВА, наверное, вряд ли. вот. Может уже, да? Да. Есть и USB-токены вы можете использовать, но на Apple там залочено, ну, у Apple своя специфика, но вот конкретно Face ID и Touch ID у них поддерживают, длинные и Apple-овские. И, допустим, если вы платежи проводите, у вас тоже есть возможность проводить платежи, но тоже только Apple-овские. А так, а книжка используется та же самая, что и в остальных браузерах на других платформах. Все это уже работает. Ну, типа, если ты хочешь, чтобы тебе это работало в твое ПВА-приложение везде, то есть это нереально, это может работать только на iOS, правильно? Нет, нет. Смотрите, вы, допустим, хотите сделать, не знаю, авторизацию, да? Есть, а пишка называется webout.api. Вы ее подключаете, там есть несколько провайдеров, как вы можете, например, если у вас Chrome на Android, да, то вы можете, допустим, там есть вариант распознавания лица, графический ключ, USB-токен, NFC-метка и так далее. Если то же самое приложение, тот же самый код вы выпускаете, например, на Windows в браузере, то у вас есть, например, камера Windows Hello, которая с помощью бидаров распознает форму вашего лица. А если вы запускаете этот же код на iOS, то там разработчики именно Safari, они среди способов вот этой авторизации используют те, которые только на их платформе есть. Их не может быть, например, у меня не может быть Touch ID или Face ID, так как они пропоритарные от лоски на каких-то там устройствах других фирм, там, Xion, например. И оно работает. То есть я как разработчик могу, конечно, ограничивать способы для разных платформ, но в целом все это делать с одной пешкой. Она уже есть в Web, я ее подключаю, а реализация в каждом конкретном браузере она своя. Ну, наверное, эту реализацию поддерживать не очень хочется. Если для каждого браузера нужно как-то по-своему там переписывать или я неправильно понял. Да почему? Там одинаково работают. С точки зрения кода это одинаково. Так что ребята из Альфа-банка могут добавить вход по отпечатку либо по лицу, я думаю, без проблем. Это просто тут больше работы со стороны именно, наверное, самого сервиса, то есть добавить этого провайдера авторизации в систему. со стороны клиентского кода там работы немного совсем. Я думаю, там ограничения были больше, наверное, политические, нежели чем технологические. Блин, на самом деле мне казалось, что вообще никак нельзя ничего использовать такого. Интересно. Окей. Я вот в принципе могу рассказать еще немножко про обучение людей. Вот у нас тоже опыт был такой, что в 2017 году вообще никто практически не знал про ПВА. Нам звонили в колл-сентер, мы выпустили ПВА, говорим, вот ничего не нужно, берите, вам браузер сам предложит установить. Они звонили, спрашивали, когда у вас все равно приложение появится в Google Play App Store? Мы говорили, так зачем? Типа вот. Потом, и причем Google, например, когда Google был первым, кто продвигал ПВА, сейчас, например, флаг перешел к компании Microsoft, Microsoft больше вкладывается в развитие и продвижение ПВА. Они утверждали, что у вас конверсия будет расти, то есть, чтобы, например, установить нативное приложение, мне нужно перейти в Google Play или App Store, найти приложение в поиске, я могу опечататься, потом нажимаю кнопку установить, у меня, например, памяти не хватает, была даже такая гифка, типа, с одной стороны Flappy Bird, популярная в то время игра, в веб-версии человек просто вбил адрес в Google, нажал и уже играет, а справа было и время, снизу, секундомер, а справа было то, как человек устанавливает эту игру, и, соответственно, количество людей на каждом этапе установки, оно из тысячи человек доходило только 200, то есть, одна пятая, у ПВА он был выше, но в реальности, когда мы стали использовать это в продакшене, мы столкнулись с тем, что у нас, например, использование ПВА было ниже, потому что люди просто привыкли устанавливать приложения из магазинов, в магазинах есть еще всякие социальные метрики, например, там есть отзывы, рейтинги, ты устанавливаешься из одного места, ты можешь оценивать приложения друг с другом, у ПВА, к сожалению, ты должен сначала посетить сайт, потом ты производишь установку, ты не можешь ознакомиться с тем, что там будет до этого. А вот интересно, а вообще, как вы думаете, может ли быть такое, что появится какой-нибудь ПВА-магазин, и, наверное, где будет реализован какой-нибудь скрит, который автоматически при нажатии на иконку будет добавлять вам эту иконку на рабочий стол? А в принципе, зачем, если тот же самый Chrome делает точно так же, это как бы тебя iOS пытается свинью подложить, потому что там нужны свистопляски для того, чтобы это все установить. В Chrome это совсем просто. По поводу установки еще, то есть я когда готовился к докладу, по-моему, это год назад было, подшарили информацию по e-commerce, ну, сайту, платформе, то есть какой-то магазин, куда пользователи как бы попадают через браузер, через мобильный, десктопный, у них очень хорошая была конверсия по установке ПВА, у них было, например, у них было приложение в сторе, и как бы веб-версия поддерживала ПВА, то есть, собственно, люди попадают к ним на сайт через поиск и с большей охотой устанавливают ПВА даже на мобильнике, чем каким-то образом попадают в нативный магазин и их там находят. То есть, у них вот очень хороший был буст именно по установкам с помощью ПВА. Смотрите, еще такой небольшой вопрос тоже в брошенном вентиляторе. Вам не кажется, что установка слишком переоценена? То есть, я вот недавно общался как раз с разработчиками браузера Кромиум и выразил там мысль, что сейчас браузер заинтересован в том, чтобы вам рекламировать, продвигать. Он показывает, сейчас красиво банят, там наконец-то появилось описание, скриншоты. И в какой-то момент мне показалось, что это, конечно, все здорово, но когда ПВА станет слишком много, у нас каждый второй сайт может быть так, что будет предлагать, не хочешь ли меня установить. И в целом мне пришла в голову мысль, что это не нужная церемония. То есть, я наблюдаю, например, за людьми, которые на десктопе устанавливают приложения, у них, да, есть иконка, но им все равно удобнее вбить адрес в адресную страху браузера. У них там есть вкладочки, они могут открыть более одной вкладки приложения. И кажется, что не нужно гнаться за установками, нужно наоборот улучшать качество вашего приложения, а в целом можно и без установки пользоваться. У вас будут все те же самые преимущества, у вас будет оффлайн и так далее. Что вы думаете? Ну, что вы думаете, ребята? ОПВА работает и без установки, то есть, это безусловно. В принципе, есть такой браузер, какой-то экспериментальный, в котором, по-моему, странички по умолчанию отображаются как приложение. Там они ушли от табов и, в принципе, в таком сценарии, то есть, там получается, интерфейс браузера, он похож на операционную систему. Вот. И, то есть, заход на приложение, ну, вернее, на сайт, на веб-приложение, он отображается именно как иконка уже по умолчанию. В принципе, да, как бы, браузер, он, как бы, и магазины, и платформа, все в одном и одновременно. Даже с самой операционной системой я бы сказал. Ну, собственно, да, Chrome OS, ноутбуки, это и есть Chrome. Кстати, вот, мы заговорили про установку и как-то в разговоре промелькнула такая история про то, что то, что люди любят там нажимать на браузер, что-то вводить и вообще в целом как бы не любят типа что-то непонятно, неизвестное. Вот. Но мне кажется, что в некоторых случаях, вот тут я не знаю, например, какой-то сайт, не знаю, там какой-нибудь маркетплейс, вот, и типа, да, я могу зайти там на маркетплейс, там выбрать себе, не знаю, там какие-то товары, не знаю, там молоток, не знаю, там омывайку, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, там нажать кнопку купить, вот, и потом, собственно говоря, когда, например, хочу проверить статус заказа, если я заказываю именно с сайтами, с приложением, то мне нужно будет зайти, нажать на кнопочку браузера, вбить название сайта, потом там на этом сайте сделать, типа, выбор там себя, там, пользовательский, там, личный кабинет, в личном кабинете, типа, нажать, историю заказа, а мне бы хотелось бы как раз иметь какое-то небольшое ПВ-приложение, которое будет связано с текущим сайтом, да, там, с маркетплейсом, куда я могу зайти, и у меня сразу откроется мой профиль, ну вот, и, возможно, даже сразу с экраном, типа, история заказа, то есть, ну, это в моем каком-то идеальном мире, как бы, применение ПВА уже к существующим каким-то магазинам, вот, и, кстати, вот тоже интересный вопрос, у тех, у кого есть уже какие-то сайты, насколько им вообще сложно переходить к ПВА, то есть, это нужно полностью применять архитектуру, как-то переделывать все это под ПВА, типа, старые тогда получается, что мы вообще выбрасываем старые сайты, или как? Ну, если у них уже есть в-приложение, и они не используют ПВА, значит, скорее всего, у них оффлайн-режим, ну, либо им не очень нужен, и тогда добавление ПВА сейчас, вот, по современным критериям, это просто добавить один файл, добавить один сторонний файл к JSON и прописать его в индекс HTML. То есть, на сегодня, сейчас идут эксперименты, что сервис-воркер уже не обязателен, и, собственно, процесс установки будет поддерживаться благодаря наличию просто веб-манифеста. То есть, вот, к существующему веб-приложению добавление там ПВА, вот эта возможность установки на экран, это, ну, типа, 10 минут, грубо говоря. Вот, если, да, если вы хотите именно уже расширить экспириенс ваших пользователей, то есть, дать им возможность работать с данными, которые они накопили в онлайне, либо создавать в оффлайне какие-то данные, которые будут синхронизироваться потом, тогда, да, то есть, какие-то изменения в архитектуре придется относить. Ну, то есть, это как, разницы никакой нет, собственно говоря, наверное, с нативным приложением, в котором, не знаю, не было, не было чего-то, и вы хотите чего-то добавить. Вот, наверное, с этой точки зрения легче, легче делать, то есть, если вы хотите богатый оффлайн-эксперимент, то, наверное, с нуля делать проще, то есть, можно выбрать какие-то более подходящие инструменты, фреймворки, там, база данных, которые, не знаю, из коробки будут помогать с этой синхронизацией. Вот, но если вам нужны какие-то базовые вещи, типа, просто установка и там, не знаю, путь уведомления, еще что-то, то это делается очень просто. Ну, собственно говоря, как мы и добавили ПВА в свой сервис когда-то, там, в 15-м году, наверное. а у вас уже было какое-то адаптивное под мобилки приложение или как? У нас было Mobile First веб-приложение. Офлайн-режим как бы нам был не нужен, то есть, у нас работа только работа с живыми данными, у нас постоянная синхронизация с сервером, и в оффлайне ты как бы не можешь управлять рестораном, потому что ты не можешь отправить заказы на другие устройства, там, не можешь ответить пользователю, там, что ваш там стол готов, поэтому нам оффлайн-режим был не нужен, и ПВА мы там добавили, не знаю, поэкспериментировал с ним за недельку после работы, и, собственно говоря, за неделю, наверное, внедрил еще тогда, а сейчас это еще проще стало, потому что есть уже и всякие конструкторы, типа, вот ПВА-билдера, где ты вбиваешь свой URL своего веб-приложения, он для тебя сам сгенерирует манифест, и останется только его там подкорректировать описание, скачать, загрузить. А у вас, ребята, был опыт перехода, типа, вот из обычного приложения сразу в ПВА? То есть, может быть, есть какие-то тоже свои нюансы? Из нативного имеешь? Не, не из нативного, вот у меня есть, например, какой-то тоже mobile cross-site, ну вот, и мне, типа, не хочется, ну, типа, хочется, чтобы упользоваться, была иконка моего приложения на десктопе, то есть, да, ты вот, вот рассказал, что, типа, это, в принципе, просто, ну вот, не знаю, может быть, кто-то сталкивался с какими-то проблемами, то есть, может быть, есть какие-то частые кейсы, что может возникать? Ну, вот у меня не было опыта прям именно в продакшене, но так как я вот организатор русскоязычного сообщества, там периодически приходят люди и говорят, я хочу сделать нормальное, полноценное ПВА с оффлайновым кэшированием, но основная проблема, что у них сервер-сайт-рендеринг, то есть, это либо какие-то сайты, допустим, написаны на PHP, и там архитектура построена таким образом, что сервера отдаются уже сразу страницы, где разметка вместе с данными, и, соответственно, если я буду такие страницы кэшировать, то у меня, допустим, какой-то marketplace или там classified с большим количеством объемов страниц, то я в кэш должен буду уложить каждый раз копии всех этих страниц, хотя разметка в них одна и та же, отличаются они только данными. Если вы изначально не закладывали ваше приложение вот эту архитектуру Upshell, когда у вас есть оболочка, как в мобильном приложении, где вся статика и интерфейс, и данные отдельно, которые там JSON или XML прилетают и обогащают потом эти компоненты, то вам будет сложнее реализовать оффлайн. Но опять-таки, как уже сказал Глеб, не всем приложениям нужен оффлайн. И вот то, что сейчас у нас в разговоре через все наши вопросы, ответы единым таким проскользает мысль, что PVA-то на самом деле это далеко не иконка. Как мы уже сказали, есть кейсы, когда можно не устанавливать приложение, но оно при этом останется PVA. Есть кейсы, когда не нужен сервис-воркер и не нужен оффлайн, но это все равно может быть PVA. PVA, если вы посмотрите, есть, например, MDN, Mozilla Developer Network, там есть классное определение, что это вообще способ создания приложений, который обеспечивает user experience такой, как у нативных. Там нет конкретных технических критериев, что у вас там должно быть вот так, вот так, вот так. Эти критерии уже делают сами браузеры. Они у них, как вы видите, со временем меняются. Раньше, например, не нужен был HTTPS, теперь появился. Раньше Chrome требовал сервис-воркер. Сейчас вот в последний месяц в качестве эксперимента он стал работать как Safari и Firefox. Вы можете добавить. Но почему, например, сервис-воркер был всегда нужен? Потому что, когда человек установит PVA, если у него не будет интернета и он его откроет, он увидит ошибку 404. И как бы его user experience будет хуже, чем у нативных приложений. Чтобы этого не было, это было критерием. Как сейчас эту проблему решили? Сделали просто стандартную нативную страницу для оффлайна. То есть большинство приложений до года назад. Простите, я тихонечку перебью. Как раз вот есть у нас связанный вопрос с этим. Какие ограничения оффлайн-режима в PVA по сравнению с нативными приложениями? Чем ограничен объем оффлайн-хранилища в PVA? Смотрите, у каждого браузера на каждой платформе это разные ограничения. И все зависит от того, какой тип сторожа вы будете использовать. То есть, например, если вы хотите хранить файлы, вам нужен, вы не можете блоков сторож, вам лучше использовать индекс деби. если вы хотите хранить какие-то сессионные данные, сессионные сторожа, для них, для каждого отдельный вид ограничений. То есть, для каждого вида хранилища отдельные ограничения. В целом, это где-то 10% от свободного места на устройстве пользователя. И есть нюансы. Вот один такой из неочевидных нюансов, о котором сложно подумать заранее, но с которым люди сталкиваются, что так же, как для установки ПВА нужно его хотя бы раз посетить, а если вы, допустим, ПВА упаковали и положили, упаковали в АПК-файл, ИПА-файл и опубликовали в Google Play App Store, пользователь, допустим, его себе установил, но ни разу не открывал, а потом сел в самолет, у него нет интернета, он пытается открыть, а там оно не работает, потому что его ни разу не запускали, оно не успело даже запэшироваться. С нативными приложениями, например, такого нет, у них хотя бы оболочка, она зашита в своем приложении. И можно, конечно, зашить и в какую-то статику, когда вы пакуете внутрь АПК, но в целом есть нюансы с тем, как работают оффлайн именно веб-приложении. в сафари были нюансы, там, история из комьюнити, там, у человека, там, как-то, например, нестабильно хранил какие-то большие объемы данных, он, по-моему, сохранял какие-то большие объемы картинок, и там, периодически сафари просто, ну, решал, что, типа, ну, они не нужны, видимо, и очищал это хранилище у ПВА, то есть, есть механизмы попросить у браузера, там, persistent storage, что он называется, вот, но, например, на iOS, он может не всегда стабильно работать, но, в принципе, по объемам данных, то есть, если вам нужно, вы можете сохранить и гигабайты данных, просто это, как бы, нужно, как бы, достаточно грамотно делать, и, ну, то есть, валидировать то, что они положились, что они не пропали, то есть, не надеяться, что они там будут лежать всегда, вот, но, в целом, хранить можно очень много, в принципе, на ПВА можно реализовать без проблем, там, например, музыкальный видеоплеер, который будет загружать плейлист в offline, не знаю, там, плейлист клипов, в плейлист музыки, вот такие кейсы можно реализовать. Еще, кстати, недавно в браузерах на основе хрома появился файл систем API, то есть, у вас есть возможность теперь читать и писать файлы в систему, если вам действительно нужно скачивать там объемные файлы, вы можете прямо, то есть, у вас, ваше приложение спросит пользователя разрешения, разрешаешь ли ты доступ к такому-то каталогу, пользователь выбирает каталог, и туда прямо скачиваются файлы. Вы можете их шифровать, если у вас какой-то видео-сервис, и вы не хотите, чтобы кто-то занимался пиратством, и, пожалуйста, вау-ля, все у вас будет работать. Ну, в Safari это, по-моему, не поддерживается, да, получается, Windows, Android, вы можете, да, веб-приложение, которое работает с файловой системой достаточно полноценно, и там уже можно, да, хранить огромные объемы данных, если это нужно. Я хотел Михаилу задать вопрос, то есть, по поводу паритетов, паритетов хитч, то есть, понятно, что вы в режиме Аврала там разрабатывали последние месяцы, но, может быть, можешь подвести, какие успехи сейчас у вас есть, то есть, насколько, насколько удобно, насколько можно решать какие-то типичные сценарии с помощью ПВА, в вашем случае, по сравнению с активным приложением. Ну, в целом, в итоге вашу жизнь, если честно, отвечаю, то, в принципе, не было проблематично, то есть, учитывая сроки, в которые мы это все делали и немножко такой хаос, да, то все-таки это было нетрудно интегрировать, как многим могло показаться, и нам в том числе, вот, слишком прошло все легко на тот момент, но мы встрили в другую проблему, из-за которой нам пришлось некоторые планы отложить, то есть, как раз-таки у нас была идея в дальнейшем использовать эти нативные способы антификации, для подтверждения платежей и прочего, пятого и десятого, и, соответственно, это было в планах, но пока мы это остановили. Почему? Потому что у нас появилась необходимость интеграции нашего приложения с другим, то есть, другое нативное приложение, уже не сам банк, а просто другое приложение, вот, и, соответственно, нативное приложение и наше ПВАшное, они должны были общаться посредством диплинков, то есть, в плод следующий, мы заходим в Альфонлайн, выполняем операцию, нас редиректят в нативное приложение и из нативного обратно в ПВА, и вот мы тогда столкнулись с большой проблемой, мы как раз-таки внедрили ПВА, думали, отлично, все наши планы сбудутся, и эта интеграция все нарушила, потому что на iOS по диплинку мы не имеем возможности открыть, да, собственно, ПВА, мы открываем как раз-таки в браузере, вот, и это все как раз-таки поломало, и поэтому был выбор, то есть, мы сели и думали, что делать, пытаться решить этот вопрос, и вроде как мы посмотрели в спецификации этот Safari, что там эта и проблема известна, но пока не решена, и непонятно будет решена, и, соответственно, был выбор, да, либо пытаться решить этот вопрос, и мы продвигаем историю с ПВА, либо мы вот как раз-таки оставляем вот это вот нативное приложение, работаем с ним, и, соответственно, были взвешены все за и против финансовые вопросы, и сказали, ладно, черт с ним, с этим ПВА, по крайней мере, на iOS, нам нужно вот это вот нативное приложение, поэтому вот мы столкнулись с такой проблемой, и пока у нас по факту вся дальнейшая разработка на ПВА на холде. В случае с iOS, конечно, конечно, да, у них бывают, бывают, в принципе, и баги откровенные, в iOS 13-14 их было намного больше, как бы последние версии, конечно, в этом плане намного лучше, но если все-таки вы при разработке сталкиваетесь с какими-то нюансами или багами на iOS, то надежда, что они скоро поправятся, ну, такая довольно достаточно маленькая, потому что они релизят Safari зашит в операционную систему, и, то есть, если вы в начале года видите проблему, ну, вам придется ждать до конца года, там, молиться, что они, не знаю, поправили, там, писать баг-репорты, следить за Technology Preview версиями, надеяться, что там, там это пофиксится, но так как у них, конечно, они скорее видят врага, вот, в ПВА, то они как бы очень так неспешно закрывают проблемы и внедряют фичи. Ребят, смотрите, вы сейчас говорите в основном про операционки, да, вот, есть очень интересный вопрос под слушателей наших, опыт запуска и вообще работы ПВА именно на девайсах, причем на девайсах и на дешевых, то есть, понятное дело, что сейчас есть, там, все телефоны практически мощные, да, крутые процессоры и так далее, а вот если, не знаю, у меня какой-нибудь, там, iPhone 5 SE, который, там, выходил в 17-16 году, то есть, я вот сейчас, вот, на старом телефоне, для меня ПВА будет производительный или я вообще разницы не замечу? Ну, смотрите, на самом деле, производительность ПВА мы не можем, как бы, измерить, ну, то есть, нет такого понятия производительность ПВА, есть производительность конкретных приложений, я уже сказал, что ПВА это просто набор, как бы, best practice, да, и в целом, все зависит от того, насколько тяжелое приложение вы напишите, будете ли вы тащить туда какие-то тяжелые фреймворки, библиотеки, где нужно будет парсить целую кучу JS-ного кода, где будет куча каких-то лишних div-тегов, прочее, все, что, что будет замедлять основной трет, и при разработке приложений, вот, ПВА, там был, например, такая штука, называется PRPL-паттерн, он там ставится, прям по голову разработки любого ПВА, что это такое, это, чтобы ваше приложение работало быстро, вы тоже не целиком его кэшируете, вы кэшируете только то, что нужно для первого критического запуска, то есть только первый экран, остальное вы подгружаете он-демант, нет смысла его весь, весь, все кэшировать, во-вторых, последующий запуск, например, у вас будет быстрее, потому что вы уже будете тянуть данные не из сети, а брать его из кэша, а параллельно пока вы уже показываете пользователю какую-то картинку, какой-то экран, вы можете уже там обновлять в фоновом режиме ваше приложение, если вы всех вот этих практик придерживаетесь, если ваши HTML-ные страницы используют минимум кода, то они будут в принципе летать даже на первом айфоне. ну, слушай, я думаю, здесь, наверное, вопрос больше про то, был ли вообще какой-то опыт сравнивания девайсов и вот работать на них по вашке. У меня был, в принципе, на достаточно старых устройствах, мы какое-то время поддерживали, например, iOS 12, то есть, в принципе, как можно оценить производительность, если в основном браузере операционной системы, да, в случае iOS, это Safari, в случае Android, например, там Chrome или Samsung Internet, если в целом браузинг вот веба, да, как бы нормальный, адекватный, то есть устройство там не не задумывается, там, не знаю, там вкладки не крашатся, там браузер не крашится, не знаю, вы можете заходить там на YouTube, не знаю, то есть на какие-то social media, да, там платформы, то, как бы на этом устройстве и там среднестатистическое PVA тоже точно так же будет работать нормально, потому что, ну, это как бы это веб-приложение, это веб, и оно работает как веб, то есть PVA в этом плане никакого overhead не накладывает. Но вот у меня был опыт, не знаю, Android, по-моему, шестой, Samsung, самсунговская таблетка, там просто, если ты устанавливаешь свежую версию хрома, и там заходишь на тяжелый сайт, то хром просто падает, то есть у него уже, то есть там, не знаю, у устройства оперативной памяти там, ну, 700 мегабайт может быть, то есть тогда да, то есть нужно операционную систему держать, браузер, и еще какое-то приложение там тяжелое пытаться открыть, тогда да, например, у меня на этом устройстве в хром уже, в принципе, ну, им невозможно было пользоваться, там, нативный был в системе Samsung Internet, на нем, на нем мое PVA как бы еще открывалось, вот, ну, тут больше, наверное, ограничение было по памяти такое большое, потому что у ранних таких вот старых Android устройств их там, ну, было достаточно мало памяти, то есть там даже меньше гигабайта, в принципе, если, ну, гигабайта, полтора оперативной памяти еще есть, то, ну, на этом устройстве будут сайты открываться нормально, вот, но у нас сейчас даже на бюджетных смартфонах, там, на китайцах, на МТК, я не знаю, там, ну, минимум 2 гигабайта, 2-3 гигабайта будет оперативной памяти, и ядер там уже, ну, минимум 4, то есть, сейчас эта проблема, мне кажется, ушла, по сравнению там с тем же 16-м годом, 15-м. Ясно, понятно, спасибо. На самом деле, хочется еще там отвечать на вопросики, Леш, ты, собственно, говорил то, что в продолжении твоих слов по поводу того, что вот, типа, ПВА там развивается, там, и можно делать то, и пятое, десятое, вопрос от нашего слушателя, что с поддержкой веб-ассембли в ПВА? Плюсы-минусы подводные камни? Смотрите, в ПВА поддержка веб-ассембли такая же, как и в обычных веб-сайтах, то есть, вы можете использовать веб-ассембли, сейчас веб-ассембли поддерживается во всех основных браузерах, мы говорим про относительно свежие версии браузеров, есть даже специальные всякие тулбоксы, различные фрамворки, построенные вокруг веб-ассембли, но вы должны понимать, что веб-ассембли это, во-первых, что за такое, это бинарный формат выполнения байт-кода специального, который сделан для рантайма браузера, вы можете тащить какие-то свои другие языки программирования помимо JavaScript, TypeScript, и прочее, которые можно скомпилировать в этот байт-код, но, например, вот был интересный кейс, в Хабрис была статья от разработчиков Яндекс.Карт, где они сравнивали возможность с использованием веб-ассембли и без использования веб-ассембли, там был интересный вывод, что в целом эта штука не окупилась, во-первых, ее сложно поддерживать, нужны разработчики, а во-вторых, переключение вызова на то, чтобы взять вот этот бинарник, скормить ему какие-то данные, он запустится, отработает, выплюнет результат, а потом дальше использовать в JS, вот этот overhead, он превысил, конкретно в их конкретной задаче, он превысил время, которое, если бы этот код был написан на TypeScript и скомпилился вместе с кодом всего приложения. В целом, вас ничего не ограничивает, вы можете экспериментировать, вот, например, когда я проходил собеседование на Google Developer Expert, там была интересная задачка, спросили, а вот если тебе нужно понять общий цвет изображения, как бы ты эту задачу решал, я сказал, ну, отрисовал бы на канвасе, я сказал, а если бы мы WebWorker вынесем, а вот если Shared Worker можем, а вот Service Worker, а вот если WebAssembly прикрутим, а вот оказывается есть Offscreen Canvas, который быстрее, чем если вы будете алгоритм затаскивать, в WebAssembly. Поэтому даже появляются API-шки в Project Fugu, которые позволят вам делать какие-то вещи быстро, потому что они нативно написаны на C++, на Rasty браузере, чем вы будете на WebAssembly писать этот алгоритм именно на низкоуровневый сам разработчик. паузер. Спасибо. И хотелось бы еще на самом деле все-таки вернуться к своему вопросу по поводу магазинов. То есть мы выяснили, что как бы сейчас вроде нет никаких магазинов именно ПВА-приложений, да, но возможно ли ПВА-приложения сделать частью магазина того же Apple Store, да, то есть насколько я знаю, вот на опыте, скажем так, есть кейс, когда типа ПВА делают внутри чего-то, то есть как типа как бы View там или внутри там не знаю там или форкают например какой-то браузер типа делают часть к его браузера, то есть но в любом случае ПВА делает какую-то обертку и эту обертку уже собственно говоря и засовывают в Store, типа а вот само ПВА, вот как вот мы видим иконку типа вот так вот Я могу сказать, да, я понял о чем ты говоришь. Нативная поддержка публикации ПВА в магазины есть Windows, Android, соответственно, Google Play, Samsung Store Android тоже можно опубликовать без проблем. По-моему я не знаю Chrome OS тоже как бы ну нативно поддерживает ПВА естественно. Единственная то есть костыльная поддержка сейчас это публикация в App Store собственно. Там и приходится делать то, о чем ты говоришь, оборачивать в WebView, писать вокруг какие-то там хелперы, обработчики, чтобы открывалось и выглядело хорошо. Там свои ограничения отдельные, потому что это не полноценный Safari системный, это все-таки WebView, они его разделяют и доступ к возможностям тоже у них разный. То есть в этом плане iOS на текущий момент самая проблемная платформа, то есть ее как бы нужно пристальнее изучать, смотреть, какие там возможности есть и как они поддерживаются. А все, что касается других платформ, там в Windows, например, публикация ПВА, там, ну, чуть ли не автоматическая, там сейчас сейчас у них в бете CLI есть, которая может ваш, то есть у вас даже веб-сайта собственно говоря локально может и не быть, вы можете через CLI ваше уже опубликованное веб-приложение, собственно говоря, через ваш веб-сайт вы можете опубликоваться в Windows Store, то есть не имея исходного кода, вы можете просто выложиться в Windows Store, с Android тоже проблем никаких нет абсолютно. с Apple опять проблемы? Ну, потому что они видят конкуренцию в веб-приложениях, то есть Apple, как бы, если после вот этих санкций, например, многие осознали, что если Apple Pay уходит с вашего телефона, то вы больше не можете ничем платить, имея в виду NFC. Например, у пользователя Android такой проблемы нет, поставил MirPay, или за рубежом есть RaytheisenPay, например, и вы спокойно дальше пользуетесь, оплачиваете. Apple хочет проводить через свои системы, сервисы, все оплаты, все подписки, соответственно, все отслеживать, заводить свой магазин, использовать все свои инструменты, инструменты разработки, то есть форсить пользователей, форсить разработчиков пользоваться их инструментами. И поэтому веб-приложения это просто для них потеря денег, потеря разработчиков, потому что вы, например, не можете свой скилл, скилл слифт разработчика как-то легко перенести на другие платформы. С ПВА вы можете это сделать, или, если вы Java разработчик, вы тоже можете не только под Android писать. То есть тут такая очень... У них много причин не помогать развитию ПВА. То есть тут и денежные, очень много причин, но сообщество все равно давит. есть Google, Microsoft, на три шага впереди и им приходится каждый год хотя бы один шаг вперед наделать. Иначе они все будут говорить, что Safari это интернет-эксплорер, что они отсталые, что там ничего нельзя делать. И вот они скрипя зубами, медленными шагами, но все равно добавляют поддержку API, но стараются убедиться, что этот шаг навредит минимально их нативной платформе. То есть дело не в... Они, конечно, говорят, что это все для того, чтобы там юзер экспириенс был самый лучший, оптимальный и прочее, прочее. Но, естественно, все дело в деньгах и все. Далее. Я бы хотел немножко подушнить. В общем, вначале вот уже два раза за наш круглый стол сказали, что нету магазинов ПВА. На самом деле я знаю как минимум пять таких магазинов. Это каталоги прогрессивных приложений, такие списки внешне похожи на Google Play App Store с иконками, с описанием, с рейтингами. Один из них AppScope, другой App Directory, его Google поддерживал. Там и автоматически парсились ПВА, и люди сами могли там опубликоваться. И второй момент, что все-таки те магазины, которые назвали, там Google Play, App Store, Microsoft Store, MetaQuest Store, есть, например, шлемы виртуальной реальности от компании Meta. У них тоже можно запускать ПВА внутри, и есть возможность, пока она не открыта публично, публиковать ПВА. Но все равно вот в эти магазины вам нужно сделать какую-то оболочку, пусть она и тоненькая, пусть это происходит под капотом, но она все равно есть. Это не так, что я ввел, адрес, и у меня просто в базу данных она записалась, и потом просто по клику на иконку у меня открывается, у меня нет кода. Там все равно есть какой-то код по запуску, он написан нативный для Android, для iOS и так далее. И мне кажется, что в будущем, через несколько лет, мы придем к тому, что поисковые системы заменят нам вот эти каталоги. то есть чего нам не хватает в текущем варианте в ПВА и чего мы хотим от сторок. Это мы хотим иметь какие-то социальные метрики, рейтинги, оценки, возможность группировать по категориям. Вот представьте, что когда-нибудь в будущем в Google или в Bing поисковике вы просто вбиваете мессенджер и у вас там появляется какая-то сетка из популярных приложений, где вы просто кликаете и устанавливаете и такой магазин вот сами сторы станут вот этими, сами поисковики станут сторами. Причем приложения, которые там будут, они будут кроссплатформенными. Не как Google Play Store под конкретную платформу, а вот полностью для любой платформы. Вот это вот такой глобальный вижен. Понятно. Пока, конечно, сохраняется вот эта привычка, что все приложения в каком-то магазине должны быть, что надо обязательно куда-то сходить за покупками, поискать что-то. Поэтому, да, сейчас ПВА они по сути добавляются в Store через такой как бы, можно назвать это костылем, например, в Windows кода вообще никакого нет. Там, по-моему, лежит один файлик, когда вы публикуетесь. Собственно, установка происходит в момент запуска. Ну да. то есть операционная система, они пока может быть немножко боятся добавлять в магазин вообще без всего, потому что бывает очень большая степень свободы, за что я люблю эту очень сильно технологию, что она развязывает руки, дает власть над своим приложением. то есть сейчас если вы пишете нативные приложения, вам магазин диктует правила, что можно использовать, что нельзя, уберите это, уберите то, мы вам заморозили версию на неделю, исправляйте, не знаю, это тормозит разработку, тормозит фичи деливери и все прочее. ПВА такой нюанс, который не все понимают. Когда вы публикуетесь в магазин, вы ничего туда не загружаете, никакого кода там нет, вы не привязаны к процессу ревью магазина, вы проходите ревью один раз. Если вам не нужно обновить картинки и описание, вы можете выложиться и все. Речь про то, что вообще немножко другой уровень абстракции. Хотелось бы еще вопрос задать. Мне кажется, вы на него уже частично ответили по поводу можно ли сделать диплинг на ПВА как в том же React Native, чтобы переходя по ссылке с браузера открывалось уже ПВА приложение. Да, я писал этот кейс. В iOS это не работает. А соответственно на Android это работает. Этот кейс можно прогнать. По-моему сейчас на винду это приходится, на Android я не помню есть это или нет. Можно даже уже ПВА привязывать к форматам файлов. То есть не просто там диплинг, а например установить ПВА, который работает с музыкой например, и музыкальные файлы открывать сразу в ПВА. То есть диплинг есть между приложениями, между браузером, как бы Share API тоже есть. Можно шарить контент. Как вы делаете это в нативных приложениях? Подшарить данные, перекинуть смс-ку в мессенджер, там какие-то вещи. Пост закинуть в Twitter например, картинку пошарить. То есть это все доступно сейчас. Да, интересно. От меня наверное такой быстрый-быстрый максимально быстрый ответ и вопрос может ли ПВА не только в REST API конечно может. Например, у меня был опыт создания с GraphQL и там кстати все совершенно немножко по-другому меняется, потому что все привыкли, что у вас есть REST API и вы сервис-воркером кэшируете все ответы на ваши сетевые запросы. А в GraphQL по умолчанию используется пост-запросы, даже если вам нужно запросить, там всего один endpoint, и соответственно кэширование на уровне сетевом сервис-воркере вам не поможет. Но если вы реализовали кэширование на уровне приложения, то такие приложения, кстати, ПВА, вот если вы посмотрите тот же самый Twitter, у него веб-версия является ПВА под капотом, использует GraphQL на API или Spotify. Пожалуйста. Круто. Я для примера. Спасибо. Обязательно покопаюсь в этом управлении. Мне очень интересно вот именно применение ПВА не как вот с Ростом, а с кучей другого. В частности, меня очень интересует JSON-RPC на самом деле. Вот. Вопросы закончились. Время наше тоже подходит к концу. Ребят, всем большое спасибо. на самом деле есть ощущение, что нам не хватило времени, есть еще много всяких вопросов и у меня, наверное, и между собой есть о чем еще поговорить. Вот. Но Бог даст, возможно, свидимся с вами, там, с честью зрителей какого-нибудь баре, и с удовольствием об этом, обо всем поговорим. Вот. Хотел сказать, то есть задавайте вопросы в слейке подлодки, то есть я там какое-то время, я думаю, мы с Алексеем посидим, отвечаем, вот, вообще присоединяйтесь к сообществу ПВА в Телеграме, там как бы, ну, то есть в долгосрочной перспективе любая, как бы, помощь, вопросы, нас там много, и с охотой отвечаем, помогаем решать проблемы. А вы не забудьте, кстати, в трейде ссылки прикрепить, если есть такая возможность найти канал. Да. Все, еще раз всем большое спасибо, да, уходим сейчас в слаб, вот, ребята вон делятся своими контактами, контактами групп всяких разных, вот, обязательно увидимся на просторах их сети. Ребят, теперь лично вам спасибо большое, что пришли, было очень интересно, живо, вы супер, все было огонь. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Спасибо. Всем хорошего дня. Счастливо. Спасибо.